Здорово, друзья! Здорово, подписчики! Мы отправились в очередной поход в сторону Лямцы, Онежский район. Вот, Серега, ложку забыл. Фигач, у тебя нож. Я за ним собрался. Рекомендую. Мишки по стандарту, бич-пакет. По стандарту? Я в прошлый поход уже бич-пакетов не брал, а нет, брал. А у меня гречневые хлопья с бутерами. Мишка, бутер мой уже он утащил. Не ругайся. Почтали, да? Прислужники дьявола, блядь. Я у него книгу слушал. Сегодня со мной весельчак Михаил. Весельчак? И шутник Сергей. Да, придется шутник. Посмотри на его серьезное лицо. Такие люди не шутят, я тебе скажу. Так, остановились недалеко от Лямцы. Перекусили. Сейчас будем отправляться дальше. Ну все, добрались. Вставляем здесь машины на стоянке. Тут машин много. Стоянка большая. Вставляем мы тут не первый раз. Так что, думаю, будет все нормально. Идти нам тут примерно километров, ну до места, куда мы хотим километров 7, наверное. Солнышко, блин, вышло. Жарко стало. Обещали сегодня весь день и завтра тоже. Пасмурную погоду. Ну это лучше, чем дождь. Ну да, лучше солнышко, чем дождь. Так, мостки все те же. Сколько лет прошло, ничего не меняется. И дорога, я думаю, такая же будет. По этой дорожке на квадроциклах гоняют. И на мотоциклах. И больше ни на чем не добраться. Наверное, даже на переломки не проехать, да? Тут очень узко. Местами. Первый раз мы с Мишкой сюда ходили еще на великах. Тащили тут велосипед на себе. Во-моему, тогда заколебались. Что-то на типа мостика. Деревья просто накиданы. Ну, в принципе, дорога относительно сухая. Я бы даже сказал, Сереге повезло то, что он кроссовки одел. Если дождя, конечно, не будет. Пока везет. Да, сыроежки растут. Маленькие. Ну вот, первые лужи на пути. Небольшие. Ничего себе. Новый мост построили. Ой, я точно помню, что здесь вот мост был. Мы по нему еще ходили. Да-да-да, сто процентов. А теперь вот новый построен. Вот такой вот мостик. Из кругляков захерачили. Тут совсем развалился. Да, завалы тут. Что интересно за речка или от ручей? Блин, дождь запал. Это плохо. У нас, Серега, нет плащей. Только у Мишки. Мишка решил не испытывать судьбу, накинуть плащ. А мы пойдем, будем мокнуть. Мишанин, верблюд какой-то. Одного, нет, двугорбный. О, красота тут какая. Вот это место. Обрывистый берег. Да, скатишься тут с рюкзаком, потом не поднимешься больше. Порог тут журчит. Луга там такие заливные. О, грибок. Краснодоловик вырос после дождика. Приближаемся к Лямце. Вот уже сейчас будем выходить на поля. Все, вышли на поля. Да, Лямце уже недалеко. Перерыв у нас. Где-то уже должна виднеться в деревне. Я уже все сказал. Скажи, зачем ты ходишь в лес? Для того, чтобы ощущать единение с природой. Сегодня я его не ощущаю. Не знаю почему. А ты, Серега, зачем ходишь в лес? А потому что тут охуенно, блядь. Просто охуенно. Отдохнули, сидеть тут холодно. На полях ветер продувает. Не зря я взял зимний свитер в этот поход. На море что там будет? Вообще, наверное, шторм. Здесь перед Лямцей дорога разделяется. Одна идет левее через кладбище, по которой мы сейчас идем. А вторая обходит мимо кладбища. Но в итоге они идут в одно место, в Лямцу. Ух ты, грибочек. Странно, почему его не сорвали. Хотя здесь куча грибов валяется срезанных. Малина? Одна ягодка, правда. А вот и кладбище. Да, по-моему, расширилось кладбище с прошлого раза. У меня в прошлый раз запомнилось, что они как будто проходили, но немножко в стороне было. Прямо на дороге вообще, считай. Даже дат не видно. Здравствуйте. Ну вот, на подходе мы. Местные жители уже встретились. Не уж местные? Наверное, на рыбалку. Вот она, Лямца. Вот здесь, как обычно, работает генератор. Местные пейзажи. Мопедик чей-то развалившийся. Бесхозный. Лосик местный. Даже без ошейника. Задницу пострелы, мне кажется, знакомого показалось. Задницу знакомого. Идем по деревеньке. Ух ты, ребята, это что за растение? Что за дерево? Это что за... Знаете? Не знаю. Первый раз вижу такое. Малины сколько? Обнаружили кусты малины. Малины-то уже все. Отходить начало, наверное. Местные жители с бензопилами ходят по деревне. Он, кстати, отдал свой уазик, подарил. Кому? Максу. Вот такой тут усколок указующий. До Вологды 600 километров. До Северодвинска. 133. Ахангис 166. Сгоревший трактор. Охренеть. Что, он прям здесь горел, что ли? А шин осталось. Либо притащили его сюда. Уже огоревшим. Вот что удивляет. Вот здесь местные жители приветственные, да? Все здороваются. На самом деле очень-очень классная черта. Потому что я когда походил по этому, по кималам, пообщался с местными жителями, я их всех на самом деле профлят. Вот знаменитый крест с ядрами, про который нам рассказывал мужчина из Пурнимы. Да, Николай из Пурнимы. Потрещим. Да, давайте. Передохнем немножко. Вот такой вид тут со скамейки. А ночью будет бэк-прип, видимо. На русском севере 2 зимы. Вид на Лямцу со стороны моря. А вот эта возвышенность, в которую мы постоянно собираемся. В этот раз мы туда не пойдем, наверное. Пойдем в другую сторону, в противоположную. Лодки с моторами оставляют тут. Не боятся. Никто не украдет. Все свои, все местные. Вот где-то там, в той стороне, за поворотом. В километрах 15, может 20, находится Пурнима. А мы отправимся в другую сторону. Вон туда. Обустроили тут место. Скамеечку поставили. В прошлый раз ее не было. И вот такой вот монумент поставили. Где мы находимся? А, вот Лямца. Здесь Пурнима. Прилив на Лямца. Полная вода. Обычно, когда отлив, здесь длинная-длинная коса уходит в море. В этом месте мы туда переходили в устье Лямцы. Потому что в другом месте нигде перейти не могли, где глубоко было. Вот такие тут просторы. Да, мусорка здесь лишняя. А вот впереди и эта гора, о которой я всегда мечтал. Взойти. Ух ты, здесь продолжение деревни. Да, тут ветерок-то дует. Нехилый. Ничего себе тут вот так резиновых. Наверное, сети постоянно проверяют. Есть. А вот и родник. Странно. По карте он у меня указан немного дальше. Хотя, возможно, дальше еще есть какой-то. ледяная водичка. Здесь на берегу вообще стол кто-то притащил. Стол, скамеечки тут сделаны. На пути нам встретились лошади. Две лошади. Надеюсь, они не дикие и пропустят нас. Как они стояли вот в этом месте, так и стоят. Сколько мы уже прошли. Это какая-то молодая. Молодой конь. Да, хреново в прилипто тут идти. Особо не разгуляешься. А вправо тоже вон не поднимешься. Пришли к месту, где по карте виднеется ручей, вытекающий из озера. Вон, вроде что-то течет. Еле-еле, конечно. Пересох, что ли. Непонятно. Может это вообще родник. Хотя по карте указано, что ручей. Вот такой вот ручеек. Пробираемся наверх. По склону. Сейчас зайдем наверх, посмотрим, может там место какое-нибудь есть. Там вид охуенный. Удобное. Вид красивый. Палатки можно будет поставить. Было бы неплохо. А здесь вот ручей. Спускаться только далеко до него. После чего. Вот так вот тут ползем. Сейчас страшно? Я должен работать сейчас. Что не на шлеме тут? Никакого хорошего места под лагерь. Максимум здесь пятачки. Вот здесь пятачок. Палатка может влезет. И вот здесь вот наверху. На этой вот возвышенности. Тоже такое более-менее ровное место. Палатка. Ну, может максимум две влезет. И здесь. Плохо тем, что тут животные ходят. Лошади или коровы. Не знаю. Куча следов. Но водопой наверное ходит. Сейчас решили здесь поужинать. И потом без рюкзаков еще дальше туда пробежаться. Посмотреть. Там может какие-то места хорошие есть. Правда там непонятно что с водой. Ну, может родники есть. Посмотрим. Решили забраться тут на небольшую возвышенность. На балкончик так сказать. Тут ветер не такой сильный. Там вообще что-то не сбывает. В русле ручья. Это как обычно, да? Передаю привет Василию Николаевичу и Зимову. Я готовлю себе поесть как он. Кто он меня так научил? Как? На скамейке? Да. Ох, крепкий чаек. Ни хрена себе я заварил. Все, поужинали? Собрались. Сейчас рюкзаки здесь пустые закинем. Чтоб никто ничего не украл. Посмотрим что там дальше. Может есть какие-то более подходящие места. Ну и так погуляем. Поползаем тут по склонам. Хорошо налегке идти. Так бы гулял да гулял тут. Без рюкзака. Охренеть как тут высоко. Водичка есть? Нет. Вот мы оказались по лесу. Какие-то ягоды тут растут. На вершине. непонятно что за ягоды. Непонятно что за ягоды. Ну вот наконец-то нормальный родник. Можно нормально напиться. Жажда уже мучает. Мы пошли с собой воду не взяли. Нормально пить можно. С привкусом глины. Вместе с песком наглотал. Как-то странно идем по берегу. И встретили еще не одних медвежьих следов. Лошадки тут бегали. Вон следы есть. Копыт. Наконец-то встретили медвежьи следы. Вот медвежий. Медвежонок какой-то шел. Маленький след. Вот задняя лапа у него. А вот передняя. Маленький да медвежонок. А рядом других не видно больших. Видимо без мамки ходил. Итак. Шли шли по берегу. Встретили какую-то избушку. С сарайкой. Ничего. Нормально сарайка переночевать можно? О да это же хлев. Да. И вот тут лошади стоят. Видно все в навозе. Вот избушка. Без стекол. Без дверей. Медведь что ли порвал. Ни хрена тут срач. Нет спасибо я тут не хочу ночевать. Лето 2023. Нифига это был недавно. Печушка блин классная. Судри сложная. Кирпичная. Миска блин стоять невозможно. На столе вообще бардак. Пипец. Охереть тут что-то стукло что-ли. Что-то сгнило. Что за свиньи тут тусуются. Секс 2021. Ваня плюс. Сережа. Кто блин? Роман блин. Жесть сколько срач тут. Видимо сюда бухать стоит. Даже печь полностью завалена мусором. Охренеть. Даже стекла расписаны. Рубероидом крыша открыта. Чисто теоретически здесь должна где-то пресная вода. Раз здесь стоит избушка. Логично? Либо ее с собой возят. А где тут может быть пресная вода? Кручев не видно по окрестности. Ну да и лошадь же поить надо тоже как-то. Крыша скорее всего течет потому что вон отверстие. Щели. Щели пекут да. Щели в рубероиде. Избушка такая основательная. Из бруса. Шли и шли по берегу. И уперлись. В бурелом. В бурелом? В бурелом пхам. Берег обрушился. Вон с кучей деревок. Повалило. Дров зато тут. Оно конечно выглядит жутко. В принципе можно и там залезть. Я хочу тут попробовать. Да тут по логе спло нормально залезешь. Да не останавливайся лист не смотри. И так вот они следы. Старые конечно медвежьи. Медвежьи. И тут здоровый полз. Вверх по склону. Вот такой у нас отдых. Активный. Необычный. Похоже не сказал. Да. Там вдалеке виднеются острова. Очень далеко отсюда. Ну отсюда их прекрасно видно. Такой высоты. Серега застрял на вершине горы. Спасать нужно идти его. Ох. Ну и денек сегодня. Что то я заебал. Что Мишаня устал? Да. По таким сопкам ползать. Много энергии надо. О Серега слез. Поднимаешься наверх. Там вот это вот дерево. Городковый ёпта. Да я там обосрался. Обосрался или это грязь? Обосрался. Что на жопе что ли съехал? Да. Погода налаживается. Ветер успокоился. А мы дошли уже до второго мыса. Вон оттуда мы вышли. Интересно куда эта дорога от Лямки идёт? На Чиспенский маяк или нет? Да наверно. А куда больше? Прям по берегу. Там еще деревня есть. Какая? Еще деревня? Здесь вот всё распилено. Деревина валила. Вот такая здесь дорога по берегу. Белого моря. Вот так вот наш путь. Все добрались мы до мыса. Ну круто. Вода такая мутная правда конечно. Туристы какие-то на квадроциклах. Летят. Интересно туристы или местные слямцы. 77 регион. Видимо местные жители раз так любезно поздоровались с нами. Отправляемся к нашему будущему лагерю. К рюкзакам. Где-то там. Да. Посмотрели тут новые места. Зато теперь знаем, что здесь остановиться практически негде дальше. Ну только в избухе которая была там. Не, спасибо. Я в такой избухе не хочу ночевать. Она в таком состоянии, что да. Не, ну так-то остановиться тут можно везде. Главное вода чтобы была с собой. Самая проблема. Это да. Дров тут куча. Места так-то под палаку тоже есть. Опять же тут стоять на берегу. Хреново то, что вот так вот кто-нибудь поедет. Задавит. Вообще идеальная погода. Тишина. Ветер вообще стих. Солнышко вышло. Море успокоилось. Все для хорошего отдыха. Редко нам так везет конечно с погодой. Медузу выбросила на берег. Наживая вообще? Не знаю. Уже наверное нет. Ничего себе. Еще одну избушку нашли. Либо мне пиздец. Глюки нахуй. Это другая избушка. Это другая? Это труба была другая. Как мы прошли мимо нее и не заметили. Сейчас зайдем эту посмотрим. О, это уже поменьше избушечка. Что тоже срач? О, тут вообще даже пола нет. Ни хрена себе. Сени что-то все. Все наставка натаскала. Тут вообще дыры уже. Насквозь просвечивает. Так как летом? Ну летом да. Места мало тут. Одна кровать. А то вон все засоро. Две избушки где можно зимой ночевать более-менее. Там что? Тарай? Тарай? Тарай какая-то. Конечно, это была нормальная. Может сюда тоже лошадь ставили? Странно. Где-нибудь тут воду брали. Для пропитания. Ничего себе. Это что называется? Ласточный хвост что ли? Непонятно. Деревья так сложные. Первый раз такое вижу. Избушки. Такой сруб. Две избушки уже по дороге встретили. И обе не особо приятные внутри. Да, вообще погода успокоилась. Молодец. Классно. Ничего себе. Что мы встретили тут? Краба какого-то. Впервые я тут вижу засохшего краба. Не знал что они тут водятся. Браконьерская сеть. Вода была. И комфортно уже тут стало. По гальке вот такой. Солнце садится. Закат. Лямца. Котика только что у берега тут видели. Недалеко. На нас посмотрел. И занырнул. Вот котик плавает. Еще три вон рядом плавают. Не видно наверно. Занырнули. Все пришли мы к месту лагеря. Разведем тут костерчик внизу. А здесь наверху на такой полке на таком балкончике постараемся палатки разместить. О, чаек закипел. Сидим тут. Ведем интересные светские беседы. Уже заметно стемнело. Про кого ты сегодня весь день шутишь? Ну-ка скажи. Про Дарью. Она будет смотреть это видео? Если ей скинуть, то невозможно. Сидим у костра на берегу Белого моря. Вот так вот мы разместились на пригорочке. Блин, прохладно стало. Ветер поменялся. Белый моря. Время 10 утра, палатки уже невозможно стало, солнце печет, надо было палатку все-таки в низине размещать, там сейчас тенек, нормальный. Так видимо ночью кто-то тут ходил, куча коровьих следов свежих и вот что-то следы резиновых сапог, свежие, наисвежайшие, такое чувство как будто женские. Что-то я даже не слышал, что кто-то ходил. О, ну вот и Серега проснулся, тоже видимо от жары палатки. Да, храпел ты конечно знатно ночью. Нет. Мишка в своем гробу зашевелился, весь тент слетел, да начался бы дождик, замочило бы его. А, это грибники там ходят походу. Здравствуйте. Здравствуйте. Местные грибники. Тук-тук-тук. Михаил Витальевич. Можно к вам в гости? Да ко мне некуда заходить. А не жарко было? Вот до утра. Непонятно. Вон женщина проходила, говорит, ночью 2 градуса всего было. Не, было холодно. Конденсата очень много в палатке, ну, на стенках образовалось. Не, ну вообще неплохо на самом деле, я вроде спал так хорошо. Серега там костер разводит, мусор сжечь решил. Потихоньку собираемся, складываемся, скоро уже отправляться в обратную дорогу. Вдоль берегов бутылки плавают, скорее всего, сети стоят, люди ловят рыбу. А вот этот мыс, на который мы вчера ходили, оказывается, при малой воде очень сильно оголяется. Ни хрена себе, Серега, с ума сошел. Пошел купаться. Освежаем. Ну да, Серега, водичка хорошая. Ты что, тоже решил искупаться? Да уже холодно стало, блядь. Блядь, как ты вообще его сделал, блядь. По sulfur sou. Я замерз? Да. У ноги вообще от клеили пока я заходил немного. А зябли все, не бойся. Что я обнаружил? Это что сделали? Черви? Морские что ли? Вот такие вот кучки с песком. Вон их все сколько. Вот так вот все спешат, пока убылая вода. Вот это аппарат. Каракард. О, солнышко вышло. Мы отправляемся в путь. Все за собой тут убрали. Ладно, хорошее место было. Может быть когда-нибудь еще тут побываем. Все, сейчас справляемся в Лямцу. Тут идти недалеко. Километр, наверное. Следующий раз нужно будет уже добраться как-то до Чесменского маяка. Это очень далеко. Вон туда. 40 километров. Давно у нас такие планы есть. Далеко идти, правда. Времени много нужно. Можно, в принципе, плыть на байдарке, но это небезопасно, потому что тут в основном все время волна. Еще и камни, когда отлив. Шли, когда вперед, тридцать камни были под водой. Дошли до родника. Все полностью у него под эту воду в воду окрылся труда, да. Все, дошли до Лямцы. Проходим мимо какой-то посудины. Какой-то старый баркас. Фига себе, он огромный какой внутри. Гнил весь. Это руль у него. Руль металлический. На веслах, видимо, тут плавали на нем. Давнедавние времена. Местная техника. Нива и Шишига. Вот он, вездеход. Вот прям в таком можно домик сделать и ездить, путешествовать. Нина правда много жрет. В общем, хотели найти тут магазин. Местные жители сказали, что он откроется только в три часа. А время пол второго. Сейчас до трех у него обед. Поэтому решили не ждать. Таксофон в деревне. Связи, походу, тут нет. Ничего не ловит. Наверное, таксофоном пользуются. Все, прошли Лямцу. Забавно, вместо стогов копные стоят. Что здесь, что там. Курицы по дорогам ходят. Нифига себе тут зоопарк. Все, отдохнули. 10-15 минут. Будем отправляться дальше. Черемуха. Что-то какая-то она еще не спелая. На черный. Ну да, она такая своеобразная. Лыжи обнаружил. Чьи-то охотничьи. Тайга. Выкинул, что ли, кто-то? Вроде такие нормальные. Вот люди живут. Лыжи выкидывают. Было бы недалеко от дома, я бы себе забрал. Мне как раз нужны зимние походы ходить. Свернули куда-то не туда. Надеюсь, эта дорога приведет нас в нужное место. Ну, судя по карте, тут все дороги примерно в одно место выходят. Больная лягушка. Да, ее походу, наверное, наступила или переехала. Бедолага. Ну все, походу, ее не выжить. Все, дошли тут до обрыва обровистого бережка. Передохнем сейчас. Что-то я уже и что-то захотел. Мишка нашел себе увлечение. Хочет этот камень скинуть в воду, в реку. Все рыбу оглушили в лямце. Это было красиво. Фу, теперь надо отдохнуть. Песик где-то лает в лесу. Наверное, ягоды люди собирают или грибы. Кто-то галошу потерял. Серега там отстает, идет чернику и ест. Тот запчасть потерял. От квадроцикла, наверное. Для чего-то прицепное. О, вот еще одна запчасть от одежды. Две трети пути от лямцы прошли. Местная кружка висит в дереве. Видимо из нее тут воду пьют. Это как мы на Амбурске ходили. Там тоже у руча где-то висела кружка. Идем почти два часа. Прошли две трети пути. Можно чуть побольше. Устали все, приуныли. Все, последний рывок. Заключительная часть пути. Ух ты, еще одна находка. В этот раз кто-то штаны потерял. Вешу здесь. Может найдется хозяин. Все, дошли до машины. Спустя 2 часа 15 минут от лямцы. Здесь каракат стоит. Может кого-то встречают. Трехколесный каракат. На базе мотоцикла. Блин, классный. Сейчас доедем до этого местечка. Где переднюю дорогу обедали. Там тоже пообедаем. Тут недалеко, там 300 метров. И поедем домой. Унылые какие-то все после похода сидят. Таков путь? Таков. 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 Пока. Редактор субтитров. Покатал. Программа. Продолжение следует...